За два года с начала своего открытия клуб «Юные дипломаты Кубани», который заработал на базе Первого лицея, прошел большой путь. За это время члены клуба приняли участие во многих серьезных мероприятиях. И самым ярким событием двухлетней истории клуба стало проведение в нашем городе Международного зимнего дипломатического форума клубов «Юные дипломаты-2023». Мы расскажем об этом в нашем репортаже. Более 60 юных дипломатов из Москвы, Воронежа, Обнинска, Рязани, Ставрополя, Славенска-на-Кубани, Ташкента, Республика Узбекистан собрались в Первом лицее, где состоялось открытие Международного зимнего дипломатического форума. К приезду долгожданных гостей лицеисты подготовили богатую программу, которая началась с экскурсии по учебному заведению. Ребята продемонстрировали свои увлечения, показали научные опыты. Особый интерес вызвало посещение зала боевой славы. А тех, кто будет после них, не знали. Но знали, дети, внуки будут жить. И в битве насмерть потому стояли, чтоб смерть над ними не могла прожить. Мы честны спасители планеты. Им всем до одного поклон земной, чтоб в небе взвился алый флаг победы. Участникам форума рассказали о семи героях Советского Союза, выпускниках школы. Затем состоялось неофициальное открытие форума в виде представлений клубов юных дипломатов или визиток под названием «Замыкая круг». Славянцы рассказали о родном лицее, которому уже 111 лет. Одни, чтоб стать еще моложе. Другие, чтоб постарше стать. А вместе, чтоб всего дороже, о нашей школе рассказать. И возраст свой мы не скрываем. Ведь в этом надобности нет. Мы одногодние. Как вы знаете, нам 111 ушли. Директор первого лицея Любовь Белик сердечно приветствовала всех собравшихся, подчеркнув, что самое главное – это общение и дружба с людьми со всего мира. Здесь собрались ребята, которые гордо называют себя юные дипломаты. Поэтому здесь просто, наверное, собралась одна семья. Семья нашей огромной страны России. Поэтому от имени администрации, педагогического коллектива детей я хочу сказать, что мы вас очень ждали. Мы очень готовились. Мы очень волновались. Мы очень переживали. Нам очень хочется, чтобы сегодня в стенах нашей школы вам было очень тепло. Очень. И мы очень постараемся, чтобы эта ваша поездка сюда, в Солнечную Кубань, она вот именно обогатила вас приятными воспоминаниями на то, что на Кубани лицей номер один есть дипломаты. Юные славянские дипломаты не скрывали своего волнения. Ведь именно от них во многом зависел успех проведения международного форума. Они старались, чтобы все прошло отлично. Очень рады принять всех наших гостей. Это для нас огромная честь, что приехал Валерий Евгеньевич Егошкин, Борис Иванович Медведев. Это для нас правда большая честь. Это люди, на которых мы все равняемся, которые для нас являются безусловно авторитетами. Мы очень долго готовились к этому форуму. Очень много сил было вложено в этот форум. Мы очень ждали всех, кто приедет и приехал уже. Славянцы порадовали зрителей показом старинных кубанских обрядов, актуальных для зимнего времени. Затем участники посетили групповые тематические занятия по географии, информатике, истории, физике, музыке, литературе и мастер-классе педагогов и рукодельниц Славянска на Кубани. Мы уезжали от огромных снегопадов, которые завалили наши все города. А здесь мы попали, увидели зеленую траву. Для нас это было действительно очень тепло, уютно, приятно. А вот подобные мероприятия, они действительно очень важны, потому что дети уже неоднократно встречались друг с другом. И многие из них переписываются, общаются между собой и с большим нетерпением всегда ждут возможности увидеться именно лично. Первые впечатления были очень благоприятные. Этого никто не скрывал. Эта встреча началась еще по дороге, на каждой станции. В Воронеже зашли ребята, Рязань опередила немножечко, Москва вместе с нами приехала. И вы знаете, встреча ребят настолько волнительная, обнимались, с улыбками они так встречали друг друга. Мы ожидаем вообще от сегодняшней встречи или вот в течение этой недели, конечно, очень много нового. Во-первых, нам нравится город ваш, небольшой, компактный, но очень уютный. Нам очень понравилось, хотя это наше первое впечатление. И думаю, вот впечатления от школы, замечательные, от педагогического состава. Ну а ребята, конечно, юные дипломаты, мы каждый раз не устаем повторять, что вот никакой политики не нужно, никаких политических дебатов не нужно. Вот самое лучшее доказательство единения всех народов – это дети. Официальное открытие Международного зимнего дипломатического форума началось с выступления славянских творческих коллективов. Замеситель главы Славянского района, управляющий делами Артем Щеглов, говорил о нашем муниципалитете, где есть чем и кем гордиться. Конечно, слава благодарности хочу передать нашим почетным гостям за доверие провести сегодняшний форум на территории нашего района. Для нас это знак на мероприятии, поверьте, это абсолютно так. Сегодня у вас первая половина дня была насыщенная. Я желаю, чтобы в оставшиеся дни форума вы провели также вот этот форум, познакомились с историей Кубани, нашего странства района. В программе были прекрасные песни и танцы, выступления гостей, в том числе и солнечного Ташкента. После выступлений почетных гостей форума, а в их числе были известны не только в крае, но и в России дипломаты, учащиеся лицея представили зрителям свою литературно-музыкальную гостиную «Литературная Россия». В ходе представления прозвучал взволнованный рассказ о литературных героях, имена которых известны всей читающей публике. Я все думала, что же нам принесет данный международный форум, и поняла, что он принесет нам только радость. Сегодня у нас только первый день, торжественное открытие, но уже дети и мы получили столько позитивных эмоций и впечатлений, что я уверена, что следующие два дня пройдут просто незабываемо. Панельная дискуссия с почетными гостями форума «Перспективы российской дипломатии» была организована в 12-й школе. «Работа дипломата требует колоссальных знаний и постоянного самообразования. Одним языком мы, ребята, не ограничьтесь, нужно несколько языков. Языки – это просто инструмент. Это не любовь на всю жизнь, это инструмент для того, чтобы осуществлять главное в своей жизни предназначение в периоде специальности дипломата – это служение своему отечеству, народном помощи. Что касается международной ситуации, которая сложилась, эту беспокойность как бы бытного видно мне, ну, как я восприставил историк, невыраженным глазом уже где-то, наверное, с десятых годов это стало очевидно проявляться, когда готовили этот ударный отряд через западную Украину». О большом значении культуры в дипломатии, позволяющей открывать для мира лучшие грани национальной самобытности, говорил начальник управления культуры Славянского района Дмитрий Решмидт. «Культура – это такая мягкая сила дипломатии, но она имеет такое же стратегическое значение, может быть, как и вооружение. По одной простой причине. Сегодня мы живем с вами в такое время, когда информацию скрыть практически невозможно, общий информационный фон, который нас с вами окружает. И мы с вами порой судим о соседних странах по той информации, которая появляется в сети, может быть, в каких-то наших чатах, в общении. Наша страна является, наверное, как она всегда и была, главным хранителем традиций, хранителем классических традиций, хранителем понимания того, что есть правильно с точки зрения нравственности, то есть с точки зрения морали. Поэтому в данном случае одна из таких культурных миссий нашей страны, нас с вами и меня, как представителя отрасли культуры, наверное, заключается в том, чтобы сохранить и преумножить традиции нашей национальной страны». Ребята задали вопросы и получили на них подробные ответы. Общение в таком формате было для них очень полезным. «Почетные гости, писатели, известные личности ответили на все интересующие нас вопросы. Также рассказали о международной обстановке, о позиции России в настоящий момент, о ее дипломатическом будущем. Я считаю, что для юного поколения нужно проводить больше подобных мероприятий, так как они очень положительно сказываются на развитии нашей личности и очень познавательны для нас». «Данная программа помогает найти своих единомышленников, перенять их опыт, поделиться своим и также наладить настолько крепкие связи за столь короткий промежуток времени, которые положительно влияют и на свое развитие в будущем». Кульминацией и, пожалуй, самым необычным событием международного форума стал зимний дипломатический бал клубов юной дипломаты. После вступительного слова распорядителя бала им был объявлен первый танец. Это был строгий торжественный полонез, история которого насчитывает пять столетий. Кульминацией и, пожалуй, необычный танец. Тьютор клуба юной дипломаты Кубани Галина Мирная призвала участников зимнего бала насладиться его неповторимой атмосферой и общением со своими друзьями со всей страны и даже из-за ее пределов. «Мы очень рады приветствовать вас на нашем международном зимнем дипломатическом балле 2023 года». «Бал – значит танцы. Но не только танцы. На балу были еще игры, на балу были сюрпризы. Тогда будет свободная минутка. Подойдите, напишите несколько слов своих впечатлений о нашем форуме и о нашем бале. Для нас это очень важно. Мы затем сошьем эту книгу и сохраним на долгие-долгие годы в нашем году». Украшением бала стал вальс цветов в исполнении хореографического ансамбля «Соль» детской школы искусств. Бал закружил своих участников, ребят в красивых костюмах и девушек в элегантных платьях в вихре нестареющего вальса. Было приятно видеть, как юные дипломаты справляются с танцами, даже названия которых известны далеко не всем. Очень плавный и изящный танец «Поди Грасс» и задорная шотландская «Полька» никого не оставили равнодушным. Была еще и бельгийская «Полька», а также игры и другие танцы. В завершение форума ребята посетили Славянский историко-крывеческий музей. Затем в сопровождении экскурсовода они прошлись по набережной и центру города, посетили парк «Сороколетие Победы», познакомились с местными достопримечательностями. В детской художественной школе, расположенной в историческом здании доме купца Мазепы, ребята стали участниками мастер-классов «Ремесла Кубани». Международный зимний дипломатический форум клубов «Юные дипломаты-2023» завершался. Он стал важным и значимым событием в этой сфере. Это мероприятие прошло на ура. И по существу стало как бы новым каким-то этапом в деятельности движения «Дипломаты будущего». Потому что уже 10 лет мы работаем на этом направлении. У нас более тысячи активных членов во многих регионах России, от Камчатки до Калининграда. То, что было в дипломатической жизни, эти балы, которые проводились и в столицах Европы, и в Петербурге. И это действительно впечатляет. Потому что дипломат – это профессия людей разносторонних, творческих, много знающих, но и много и умеющих. И вот это умение в том числе держать себя на балу, вести себя с достоинствами важно и для девочек, и для мальчиков. В клубы юных дипломатов, где уже более тысячи участников, приходят самые разные ребята. Но их объединяет одно – желание развиваться и укреплять дружбу между народами. Дети к нам не элитные приходят. Дети к нам могут приходить из семей с любым уровнем достатка, с любым уровнем образования. То есть, если им это интересно, мы всех с удовольствием принимаем. Без всяких различий. И в нашем коллективе они тоже как бы все на равных, что называется. Это очень важно, я считаю. Патриотическое воспитание – это важная вещь. Но одно дело просто что-то рассказывать, а другое дело посмотреть своими глазами. Поэтому и вот у вас тоже посмотрели парк, здесь тоже есть могилы бойцов Красной Армии, которые погибли в боях за освобождение Кавказа. Это все эмоции, которые с нашими детьми останутся надолго. И это тоже очень важно. Ну и плюс посмотрели очень интересный город, прекрасная набережная у вас. Узнали, что здесь Суворов был, а то все Суворов, Суворов, а он вот у вас тут свой след тоже оставил. Это очень важно. Ну и плюс, конечно, наши занятия. Для участников форума эти четыре декабрьских дня в Славянске-на-Кубани стали незабываемыми. Форум был какой-то действительно необычный, потому что до этого у нас не было таких мероприятий, как бал. И действительно, мы к нему очень долго готовились. Это и костюмы, и танцы. И вообще вся эта атмосфера, это, конечно, было очень волшебно. И даже жалко, что это все так быстро закончилось. Но на самом деле это и было полезно. У нас было множество мастер-классов, мы узнали множество информации. Я вот ни разу не была ни в Славянске-на-Кубани, ни в Новороссийске. Это тоже было, конечно, просто потрясающе. И познакомились, разумеется, с новыми людьми, пообщались со старыми. И очень не хочется прощаться, потому что все-таки четыре дня – это действительно мало. И поэтому мы и к себе хотим в гости обязательно, кого-нибудь в нашу родную Рязань. И к другим тоже ребятам, в другие клубы будем ездить. Все такие яркие события действительно останутся в нашей памяти на всю жизнь. И определенно вот та новая информация, эти новые знания мы сможем использовать в дальнейшей нашей жизни. Так как многие из нас как бы и на дипломатическом поприще собираются работать. И действительно вот такие мероприятия очень важны сейчас для нас. Юные дипломаты только в начале своего пути такого важного и нужного для них и для всего общества. И хочется пожелать, чтобы им во всем сопутствовала удача. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Программа «События».